Врежь Еретян работает в такси уже более трёх лет. С самого начала решил, будет работать только легально. Собрал весь пакет разрешительной документации. Говорит, что честно работать сегодня выгодно. Если работаешь, у нас всё должно быть, у тебя документы, всё по факту. И для себя, и для народа, и всё. Каждый раз не будет останавливаться. Тем не менее, проблема частников Бомбил по-прежнему актуальна. Сегодня появился и другой вид мошенничества. Открываются фирмы, которые осуществляют лишь диспетчерские функции. Сотрудничая с такой компанией, водитель может считать, что работает легально, а фактически выполняет полученные заказы на свой страх и риск до первой проверки. Видите вы, и Сатурн стоит, в том числе. Вот я Сатурн, и Сатурн тоже самое. И вы Сатурн, да. Откуда я знаю, у меня какие-то деньги, проценты забирают, значит, они должны следить, налог или что. В городском отделе транспорта готовы проконсультировать по всем правовым вопросам. Тем более, что теперь наказания за нарушения существенно ужесточились. Прежние мягкие методы уже не работают. В данном случае у нас проводится составление материалов в отношении лиц, которые были привлечены и, скажем так, уличены в незаконные перевозки пассажиров. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия. Составляется материал, составляется протокол. В дальнейшем материалы направляются в суд для принятия решения о сумме наказания, соответственно, о дальнейшем судьбе транспортного средства, то есть с конфискацией или без таковой. И эта мера, считают здесь, вполне оправдана. На кону безопасность пассажиров. Авто нелегальных таксистов не проходят регламентные работы и техосмотр вовремя. А это может стать причиной аварии. Да и налоги такая категория водителей не платит. Сейчас нарушители, работающие без лицензии, получат штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку на срок до двух месяцев. При повторном нарушении авто изымается и передается в пользу государства. На данный момент уже составлено более 100 протоколов на подобных нарушителей. Большая часть дел уже передана в суд на рассмотрение. Руслан Душевский. Анапа. Регион.